Создайте себе копию этого документа, этого файла. Давайте начнем. Смотрите, я вообще предполагала, что буду разбирать домашку, хотя бы одну. Походу оставим это на следующий урок. Давайте заширим экран. Здесь особо ширить нечего, потому что сейчас мы сразу начнем штормить. Так, секунду. Какая была задача? Вы должны были провести вот эти исследования, ответить на вопросы, потом пообщаться с целевой аудиторией, выписать истории разные. Для чего эти истории выписывать? Для того, чтобы вытащить из них проблемы. О каких проблемах говорит ваша целевая аудитория. Потом вам нужно приоритетизировать эти проблемы. То есть надо было понять, какие проблемы реально критичные, то есть важные, а какие второстепенные. Потому что если вы будете решать в итоге второстепенные задачи, то есть ценности вашего продукта не будет ценен ваш продукт. И естественно надо посмотреть, как решают эти проблемы конкуренты, чтобы тупо не делать то же самое и толку от этого тоже не будет. То есть вы не сможете выделиться. По крайней мере вам нужно понять, что делает конкурент, чтобы придумать решение с другой стороны. То есть посмотреть на проблемы с другой стороны и предложить другое решение проблем. Вот. Так. То есть вы выявили проблемы и прооритизировали их, да? Что дальше? Теперь очень хорошо проводить мозговые штурмы. То есть я сейчас вам покажу один из примеров, как это можно сделать очень быстро. И при этом эффект есть, и это прикольно. Так, сейчас. Смотрите, вы же сделали копию, создали копию документа, правильно? Теперь я вам даю ровно минутку, чтобы быстренько с командами созвониться по WhatsApp. у вас микрофона всех отключили. И ваша сейчас задача быстренько связаться, то есть чтобы вы были на звонке друг с другом. Окей? Прямо сейчас просто, ну или вы все используете этот телефон? Как бы сможете с друг с другом связаться? Да, конечно. Давайте, короче, я даю сейчас минутку. Она пошла. Свяжитесь друг с другом, чтобы быть на звонке. Вот. А то если вы все вместе будете здесь разговаривать, будет здесь базар. И никто ничего не поймет. Извините, я у вас расширяю. У нас нет и она. У нас есть blame. У нас нет. У вас есть мама. У нас есть лечка. У нас есть лечка. Из-за того, что мы в онлайне приходится как-то выкручиваться, поэтому чуть-чуть оптимизирую мозговой шторм. Так, ну, в принципе, минута прошла, я думаю, все связаны друг с другом. Теперь смотрите. Сейчас мы будем проводить мозговой шторм. Это реально прикольно. Прикольно и весело. Вот смотрите, вот в этом шаблоне есть восемь идей, вы видите. Первая, вторая, третья, шестая, пятая, шестая, семья, восемьая. То есть это как бы альтернатива листочку бумаги, которую можно поделить на восемь частей. Мы обычно, как бы, сейчас мы делали это все на листочках, но так, я думаю, получше будет, а то вы сейчас будете искать листочки, карандашки и так далее, чтобы просить жить. Теперь смотрите, в идеале я-то думала, что вы должны были уже к этому времени выявить проблемы, то есть у вас должно быть, ну, накоплена какая-то информация о проблемах, у вас должны, ну, должны быть в голове истории вашей целевой аудитории. Вы должны были посмотреть, как уже, ну, как конкуренты пытаются решить эту проблему, то есть в голове уже какие-то данные должны быть у вас. Как это вообще все происходит? У вас в голове есть данные, и они подвигают вас на генерацию каких-то идей. Вот. И мозговой штурм, он создан для того, чтобы вы эти, ну, как бы, идеи себе озвучивали. Насколько бы они не были сумасшедшими, какими-то там, ну, реально нереальными, неважно, ваша задача — сгенерировать как можно больше идей. Вот. Теперь что мы делаем? Я вам дам где-то три минуты, чтобы каждый из членов команды сейчас заполнил у себя вот эти вот поля. То есть каждый член команды должен забить восемь идей по проблемам, ну, важным, которые, ну, вы выявили. То есть вы должны сгенерировать восемь идей. После того, как закончатся три минуты, вы останавливаетесь. Я даю еще три минуты на то, чтобы вы обсудили внутри команды. Ну, каждый должен озвучить все свои идеи, которые есть. То есть никто не критикует, не комментирует по очереди, там, в начале один. Ну, я это все озвучу, в принципе. Пока, пока на данный момент я сейчас засеку минуту, ой, минуту, три минуты. И вы должны будете, каждый из членов команды, молча записать идеи, молча. То есть пока вы друг с другом не комментируете. Все понятно? Поставьте. У меня есть вопрос. Получается, идея нужна, идея названия проекта? То есть идея проекта или идея уже внутри проекта? Как мы собираемся? Уже внутри проекта. То есть как вы хотите решить проблему? То есть все идеи связаны с проблемами, которые вы вытащили. То есть, о, можно вот это, то-то сделать, можно вот это, вот это сделать. То есть, в целом, я не знаю, на каком вы этапе. Поэтому я вам говорю в целом. Ну, в идеале вы должны уже думать о том, как ваш продукт решает проблемы, которые вы там выявили. Вот. Понятно? Да, ясно. Окей. Ну, теперь... Давайте начнем. Все быстренько записывайте. 8 дней. Молча. Не обсуждаем из команды. Не обсуждаем из команды. Продолжение следует... Да. Продолжение следует... 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 кидывать сюда, в чате. Задание? Вот это? Да. Нет, это вам. Я тут ни при чем вообще сейчас это для вас делать. Проверять я ничего не буду. Так, у нас 9 секунд. Я дальше скажу, что делать. Так, окей. Время закончилось. Теперь смотрите. Вы выслушали друг друга, правильно? Каждый из вас выговорился, сказал то, что ему пришло в голову. По мере того, как вы слушали друг друга, у вас 100% возникал микс идей своих. То есть вы начали миксовать свою идею и идею другого участника команды. И это нормально. И это правильно. Теперь смотрите. У вас есть вторая вкладка, попытка номер 2. Видите, да? Нажимаете на нее, переключаетесь. И теперь, выслушав всех, попробуйте теперь еще раз сгенерировать идеи. то есть какие вам окажутся, что все равно, если из предыдущей попытки вам кажется, что они все равно весомы, то есть вам кажется, что она все-таки клевая, вы оставляете. Какие-то вы можете миксануть и сгенерировать совсем другие идеи. Окей? в идеале желательно, в идеале, чтобы все сейчас 8 идей были новые, учитывая то, что вы услышали. Вот. Но можно оставить там предыдущие. Окей? Итак, поехали. Делаем то же самое, что и первый раз. Молча заполняем все 8 заданий. Ой, все 8 идей. Окей? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Останавливаемся. Так, все, останавливаемся, останавливаемся, смотрим сюда. Теперь делаем опять то же самое, то есть опять дают три минуты, и каждый член команды должен по очереди рассказать снова о своих идеях. Окей? Итак, поехали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Спасибо. Останавливаемся. Так, смотрим на меня. Стоп, стоп, стоп. Девочки, включите камеру, я подумаю, что вас не вижу. Я же не знаю, что там у вас происходит. Чтобы мне хотя бы видно было, вы вот так смотрите, что-то печатаете или вешу. Окей. Ну, смотрите. Получается, вот вы опять рассказали друг другу о своих идеях. Теперь что вам нужно сделать? Вы друг друга выслушали и теперь совместно вам нужно решить, какие в итоге самые лучшие 8 идей. То есть, насколько озвученные идеи можно отсортировать по наилучшим и наихудшим, так скажем. Ну, в общем, вам нужно вытащить из всего, что вы услышали, 8 лучших идей. Как это внутри себя вы это сделаете? Я думаю, вы все адекватные. Сможете совместно решить, какие идеи оставить. Окей? Понятно. То есть, сейчас уже вы друг с другом разговариваете, обсуждаете идеи друг друга и какие можно выделить, какие все-таки самые клевые, которые наиболее удачные. На это я вам даю 5 минут, потому что я понимаю, что сейчас будет бурное обсуждение. Поэтому, как бы, чуть больше времени дам. В общем, через 5 минут, опять, ну, будем закручивать, как бы, закончим. Так, поехали. Ну, и, кстати, чтобы у вас было одинаково, одинаковый этот список. Ну, я думаю, что, да, желательно, чтобы его заполнял капитан, а потом мы все его продублировали. А то разные потом будут все-таки. Один скажет, ну, я хочу такую, а другую хочу. Так не должно быть. У всех должно быть одинаково. Именно последний вот этот вот смеш данных. Все, продолжайте обсуждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 идей. Пока держите их, они вам пригодятся чуть позже. Так, возвращаемся к презентации. Я, кстати, надеюсь, что... А ну-ка подождите, давайте проверим. Кто-нибудь для себя какие-то новые идеи вытащил ты из головы? Ставьте. Мы еще не успели. Может, последнее обсудим? Ну, давай минутку. А пока остальные поставьте, кто какие-то новые идеи сгенерировал, о которых раньше обсуждают, думали. Дильна спротив подняла. Амина. Кто еще с новыми идеями? Айзиря поднимает руку. Молодцы. Я вам так скажу, что этот мозговый шторм, его, ну, не только на этом этапе нужно проводить, его периодически нужно проводить. Потому что вы каждый раз будете получать какую-то информацию, и кто-то боится там искать свое мнение, предложить какую-то идею. Вот такой подход, он помогает как бы вытащить все всю информацию, ну, все ваши идеи, которые у вас возникают в голове. Плюс как бы, грубо говоря, вы даете мозгу сконцентрироваться и всю информацию, которую вы собрали, из нее, ну, выдать какие-то идеи. Вот, когда вы не боитесь о том, что вас там, не знаю, это будут критиковать за ваши идеи и так далее. То есть, ну, вот такой подход, он реально помогает вытащить много интересного. Сама у вас вопрос или руку подняли? Нет, это я, то, что у кого новые идеи появились. Окей, классно. Вот так. В общем, сейчас на этом моменте мы останавливаемся. Кто не дописал, вы можете, но позже, после урока, дописать. И продолжаем, возвращаемся к презентации. Так, после, получается, вот этого мозгового штурма, ну, вы уже, когда домашку будете делать, вы уже сможете ответить, ну, то есть, учитывая, что вы уже исследование провели, да, после исследования, после первой домашки, которая полностью должна быть закрыта, после вот этого мозгового шторма, вы попытаетесь заново ответить на вот те вопросы, которые вот в первом задании были. Вот. И это не значит, что это окончательные ответы, то есть, вы можете обратно возвращаться и обратно там отвечать по-другому, если вы какую-то еще, не знаю, информацию вытащили и к чему-то новому пришли, то есть, ничего страшного, можно всегда вернуться и ответить по-другому уже, ну, и отталкиваться уже от этого. Так, теперь, точнее, не прямо сейчас, а вот как раз домашки, которые вы будете делать, вам необходимо будет определиться с одним из основных сценариев вашей, вашей целевой аудитории, которая является, ну, которая является критичным для вашего продукта. То есть, допустим, да, может быть разный функционал в продукте, реально разный, но есть самый важный, ключевой, скажем, и который решает там основную проблему, которую вы там пытаетесь решить через свой продукт. Вот. И вам нужно определиться с ним внутри команды. Ну, например, допустим, в Инстаграме это загрузка контента, да. Каким образом загружается, это уже другое, это уже решение. А так, ну, как бы, основной функционал – это выгрузка контента, основной сценарий. Вот. После чего необходимо будет вам разложить этот сценарий в виде CGM. Я вам показываю примеры, сейчас опять покажу. Учитывая историю вашей ЦИА. То есть, как бы, к примеру, да, вот как в Инстаграме, в Инстаграме загрузка контента. Загружается контент не только в Инстаграме, он загружается там в других приложениях, в ТикТоке, там еще где-то, там, и так далее. И вот, и можно разложить этот сценарий, ну, от начала потребности, да, что он там по какой-то причине нужно загрузить этот контент. И заканчивая тем, как он, ну, загрузился в итоге. Вот. И каждый шаг вы раскладываете. Сейчас покажу примеры. То есть, можно, как бы, взять, разложить конкурентный CGM, а можно разложить, ну, допустим, если конкурентов нет, ну, такое тоже бывает, когда продукт с нуля и аналогов нет. Вот. Просто надо понять, как сейчас ваша целевая аудитория решает эту проблему. То есть, что она вообще делает. Ну, как бы, вот у нее, да, есть проблема, она же что-то пытается как-то ее решить, как-то обойти ее, но что-то с этим она как-то борется. И вам нужно понять, как, что там, по шагу, ну, там, ну, элементарно. Ну, элементарно, допустим. Вам нужно купить продукты, и там есть, конечно, разные способы решения. До того, как придумали интернет-магазин по покупке продуктов, именно, потому что есть арбузки, но мы не слышали. Слышал, кто-нибудь слышал про арбузки? Где вы там? Да, у нас был воркшоп, бывшие работницы арбузки. Ну, вот. Ну, помимо арбузов, сейчас уже много других, как бы, и кто первый, ну, создал эту идею, они пытались понять, как, ну, как сейчас покупаются продукты, да, как себя ведет пользователь, ну, клиенты, как они, как бы, идут за продуктами, начиная от потребности, как возникает потребность, да, и по шагу. Кто-то создает списки в начале, вот, допустим, в течение недели создают список, там, на, я просто, как пример говорю, там, на холодильник берут эту бумажку, с ней прутся, как бы, магазин. И то, там тоже куча шагов, типа, там, кто пойдет, решается. А потом, пока ты оденешься, пока ты решишь, в какой магазин, потому что может чего-то быть, не быть в одном магазине, а что-то быть в другом, то есть куча тоже, как бы, шагов, пока он дойдет даже до магазина, уже там куча, как бы, шагов, этапов, вот. И на каждом шаге, там, человек о чем-то думает, что-то анализирует, что-то ему неудобно, что-то, ну, короче, что-то его беспокоит, что-то о чем-то он переживает. Понимаете, да, о чем я говорю? Понимаете? Да. То есть была какая-то раскладка сценариев. То есть там, допустим, в, ну, проекте «Аргустон», там основной какой сценарий? Основной сценарий – это покупки, покупка продуктов. И им приходилось анализировать, как бы, поведение людей, которые покупают, как бы, ну, в реальных… Идут в реальных залах, в магазинах за продуктами. Начиная от того, как возникла эта потребность, и вот до конца, до покупки. Так, уловили, да? То есть, естественно, «Аргустон» наверняка анализировал еще конкурентов, потому что какие-то были конкуренты. То есть есть два варианта. Или вы проанализируете конкурентов, потому что я сейчас не хочу вас сильно загружать. Или если есть конкурент, проанализируйте его. Если нет, проанализируйте просто текущую попытку решения проблемы. Окей? Основной. То есть, основной сценарий вы какой-то вытащили, вот по нему выбиться. Так. Теперь. Я покажу просто нам чуть подробнее, как мы пытаемся решить, да? Как можно структурировать. Нет, надо грузить, грузить. Ну, вот смотрите, да? У нас здесь много по идее CGM, но они основные. А вам только один сценарий нужно предложить. Вот. Получается, смотрите, что вы делаете. Во-первых, вы определяетесь вот с основным сценарием, который у вас будет. А потом делите его на шаги. То есть, по-любому есть какие-то шаги у этого сценария. Типа первый шаг – это само принятие решения, как вообще появилась потребность в том, чтобы пройти по этому сценарию. И потом по шагам прям. Я не знаю, я просто… Видите, продукты разные, поэтому по-разному, ну, разные могут быть шаги. В банкингах одни в вашем продукте и другие. Появилась потребность, и потом по шагам пошли первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. И каждый шаг вы описываете, какие вопросы возникают у клиента на этом шаге, о чем он думает. То есть, вам же истории разные рассказывали, поэтому собрать, в принципе, такой сценарий можно. Из реальных историй, которые вы уже услышали. Допустим, вот у него возникают вопросы какие-то, и какие ответы у него перед глазами. Что в итоге… Ну, какие вопросы у него есть, ответы на эти идеи, нет. Какие остаются спорными. Какие проблемы, которые, ну, существуют на этом шаге. То есть, что неудобно, что, короче, ну, прям… Что вызывает у него боль, короче, вот, ну, прям чальку. Вот, это тоже записывается. И, получается, каждый шаг так раскладываете, а потом уже, потом, 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 ну, в конце можете, ну, под каждым шагом описывать решения, которые могут быть. Ну, вам кажется, что это одно из решений тех проблем, которые, ну, вы увидели на этом шаге. Вот. Это один из вариантов CJM-ки, который мы делаем. Он достаточно полезный, то есть, у него, ну, свой выход. Теперь, какое с чего мы делаем, ну, как еще делаем CJM-ки. Сейчас, секунду. Ну, мы еще раскладываем их в фильме. Я вам показала табличный вариант. Сейчас пройдемся по фильме. В фильме мы обычно, как бы, когда очень много скринов, и нам удобнее визуально, как бы, смотреть на весь сценарий, мы пытаемся, как бы, фильме его разложить. И получается, мы пошагово двигаемся там, открываем там, грубо говоря, поиск, пишем, что переходим по первой же ссылке. И ссылка эта ведет на постник, ой, на ответы и вопросы. Мы тут пишем, что нам не нравится, и что дальше делаю. И вот так по каждому скрину. Здесь вот минус из-за того, что мы, как бы, это не для публичного, не для, грубо говоря, не для вас, а внутри команды это делали. Мы, ну, из-за того, что торопились, мы не структурировали. В плане вот здесь было бы удобно каждый шаг описывать. То есть, что это за шаг. Это этот шаг, это этот шаг. То есть, название шагов. Мы это сделали вот здесь. То есть, допустим, тут у каждого этапа есть загрузки. У каждого шага. Но это достаточно удобно. Это тоже, как бы, ну, это сиджемки, что-то между сиджемками и анализом конкурентом. То есть, это и то, и другое. Здесь мы раскладывали, ну, вот, конкурентов. Смотрели, как они, ну, как у них выглядят экраны, какие минусы, плюсы, переходы, что удобно, что неудобно. В общем-то, тоже здесь описывали. Получается, в виду нам там плюсы, в красном там квадратике минусы. То есть, пытались анализировать таким образом. То есть, в фигме тоже можно, получается, разложить и джемку. Плюс вы еще можете миксовать, как бы, сами экраны. То есть, допустим, сейчас я покажу. Или, по-моему, у нас нет такого. Вот есть программа Миру. Кто-нибудь слышал про нее? Есть кто слышал? Да. Вот. В школе пользуюсь. Отлично, отлично. Вот. Ею можно тоже пользоваться для того, чтобы разложить и джемку. То есть, вполне. Вообще, инструментами можно пользоваться разными. Дело абсолютно не в инструментах. Дело в том, чтобы вам было удобно увидеть, ну, перед глазами, что у вас был текущий сценарий, чтобы он прям у вас был явный, вы видели четко как бы шаг, видели четко как бы проблемы на этом шаге. Ну, плюсы и минусы. Ну, это прям очень-очень важно. То есть, вы показываете шаг. Если это скрин, то это экран, ну, там, продукта. Если это еще не экран продукта, а какие-то мысли, какие-то шаги, допустим, до попадания в продукт, ну, в плане, допустим, до того, как он приложение открыл, он еще что-то до этого сделал. Во-первых, он принял решение, правильно? Вы это можете показывать, там, как, вот, в миру и всякими податиками, ромбиками, ну, неважно. А потом добавлять скрин, и потом от него дальше ромбик. Если, ну, там, у вас микс, что-то делается в приложении, что-то, короче, вне его. Короче, вы понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, джемка, она может быть миксованная, может состоять из скринов и из шагов в виде, там, ромбиков. То есть, просто показываете переходы, последовательность. Улавливаете? Да, да. Вроде да. И получается, ваша задача показать, вначале, все вот эти вот шаги, и потом под каждым шагом объяснить проблемы, вопросы, которые возникают у клиента, его эмоции, исходя из этого всего, посмотреть, какие у него проблемы, выписать проблемы. То есть, эмоции, проблемы. А потом уже, ну, в конце можете писать решение. Улавливаете. Еще раз. Каждый шаг. Неважно, это скрин или что-то, там, вне скрина, там, вышел из дома, к примеру. Это шаг. Понятно, да? Я просто жду, когда у вас реакция будет. Да, да, понятно. Окей. В общем, первая CGN-ка – это вот текущее, то, что сейчас. Потому что очень важно понимать, что происходит сейчас у клиента. Как он сейчас пытается решить, ну, основную проблему, которую вы хотите решить. Окей? Теперь смотрите дальше. О, мамочки. Что это, что это? Так, 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 так. А, давайте сейчас идем сюда. В зум я к нему привыкнуть не могу. После того, как вы разложили текущий сценарий, будет полезно провести еще раз мозговую штуру. То, что мы с вами как бы делали. Для чего? Для того, чтобы заполнить вот эти вот решения, которые могут быть по каждому шагу. Понимаете? То есть вот эти вот решения, которые… Ну, вот здесь, допустим, ну, вот в этой строчке добавлялись решения. Ну, не везде, конечно, решили. Решения были, тем не менее. Вот. То есть вам же нужно обсудить, вы же разложили этот сценарий. Вы увидели эмоции, вы увидели проблемы, вы увидели переживания на каждом шагу. И потом вам нужно подумать, окей, как бы я это теперь все знаю. А что мы можем сделать с этим? Как мы можем решить это? И выписывайте в каждый шаг вам возможные, ну, предполагаемые решения. Вот. На этом моменте понятно? Можно спросить? Да. Нам, получается, нужно поставить себя на место пользователя и представить, как будто вот у нас… Ну, как бы рассмотреть все возможные варианты того, как все это будет, да? Смотрите, не все возможные варианты. Сейчас, еще раз. Вам нужно выбрать один сценарий. Один. Допустим, в Инстаграме куча всего. То есть, ну, есть разные функционалы, правильно? Там его очень много. То есть вы его весь как бы не… Его, если весь расписывать из CJM, там, блин, да фига будет CJM. Вот. Поэтому, как бы, ну, я же вас сейчас не буду грузить всем-всем-всем функционалом. Поэтому я хочу, чтобы вы выбрали один основной. То есть, ну, ну, вы понимаете, что вот этот вот функционал, вот этот сценарий, он основной будет у клиентов, у пользователей. Вот. И вы поэтому пытаетесь проанализировать именно его. Как сейчас происходят попытки решения проблем в этом сценарии. То есть, ну, посмотреть, как происходит сейчас сценарий этот. А потом посмотреть, на каком шаге вот какие проблемы. Потому что эти проблемы сто процентов у вас есть в списке, которые вы сделали в первом задании. Угу. И опять, ну, обсудить и придумать, как бы, на каждый шаг, ну, решения, которые могут быть. Возможно, эти решения, ну, законнектятся с теми, которые вы сейчас вот, ну, тоже поштормили и придумали. Такое тоже может быть. Это нормально. Хорошо. Спасибо. Ага. Вот. Если, допустим, текущий сценарий, как бы, есть у конкурентов, вы можете проанализировать вот у конкурентов, чтобы от чего подплоткнуться. Вот. У самого, причем, желательно, самого сильного конкурента выбрать. Ну, вы как, только что вы же показывали, получается, Каспий, это вы, получается, именно Каспий анализировали. Вот. Да, Каспий анализировали. Каспий. То есть, вот, допустим, у нас какая ситуация была. Банк, который, для которого мы делали открытие счета, у него не было, у него не было открытия счета. То есть, вообще этого функционала не было. То есть, мы не могли их текущий функционал проанализировать, потому что его нет. Мы проанализировали его оффлайн сценарий. То есть, задача же была онлайн сделать открытие счета. Вот. Мы проанализировали, как в оффлайне открывают счет, как это происходит, прям по шагам. Посмотрели, как это происходит. Очень удобно. Посмотрели, какие у них проблемы. Мы им дали рекомендации, что они могут исправить в оффлайне у себя. Ладно. И мы проанализировали, получается, конкурентов. Самый сильный – это Каспий. Но тоже не совсем. Потому что, помимо Каспий, мы проанализировали еще другие конкуренты сильные, у кого открытие счета онлайн. Допустим, мы «Альфа» посмотрели и другие банки. Потому что у Каспий на тот момент, когда было открытие счета, у него полностью онлайн не было. На середине пути приходилось идти в отделение банка. Это все мы выявляли. Мы пытались понять, как сейчас конкуренты делают и какие неудобства там есть. А какие удобства. Потому что конкуренты – это не знают, что все плохо. То есть, у них должно быть все плохо. У них есть очень хорошие вещи. И нужно их тоже на ус мотать. То есть, как бы, иметь в виду. Вот. И получается, мы прямо… То есть, CJM нужно делать не только по клиенту, но и по конкурентам? Ну вот. Да. Я вам и говорю. Да. В вашем случае сейчас, чтобы вас не грузить, я вам даю выбор. Вы можете, если сейчас уже… Если у вас конкурентов нет, вы можете предложить текущий сценарий оффлайн. Или онлайн, я не знаю. Как решают ваши сейчас… Как происходит этот основной сценарий у вашей целевой аудитории вот сейчас? Как это происходит? Потому что вы же через вот этот сценарий пытаетесь решить какую-то основную проблему, правильно? Какую-то глобальную. Ну вот. Вы можете текущий сценарий разложить, а можете тоже текущий сценарий, но у конкурентов. Понятно, нет? Да, понятно. То есть вот в случае с арбузом, то есть, допустим, можно… Допустим, у вас продукт арбуз, да? Вы могли посмотреть, разложить сценарий покупки продуктов в магазине. Прям как он идет в магазин и покупает эти продукты пошагово. А могли взять и, допустим… Блин, я забываю все эти названия. Ну, в общем, представьте там интернет-магазин. Не знаю, как его назвать. Магазин KZ, к примеру. И вот вы могли взять и проанализировать, как там происходит покупка. В идеале вы должны делать и то, и другое. Это в идеале. Я просто сейчас вас об этом не прошу, потому что… Мне вас жалко. Да, вот. Но имейте в виду, что в идеале, если у вас будет время, это вам даст больше информации, намного больше информации, потому что конкуренты не всегда хорошо решают, ну, как бы… Ну, да, решают проблемы, и сценарий у них хороший. Очень часто, что у них они очень лажовые. На этом моменте понятно? Могли бы повторить еще раз? На примере арбуза. Вот первая CJM, да? Вы могли… можете взять и разложить сценарий, как вот, допустим, поход в магазин, когда физический человек идет в магазин и покупает продукты. То есть сценарий покупки продуктов. И вот. И вы могли вот в текущий сценарий человеческий, как бы, разложить, как он это делает, прям от и до, когда у него появилась потребность и так далее. Я вам это все рассказывала. или… Или вот так же разложить этот сценарий, но покупки в интернете. То есть как у конкурента можно купить эти продукты. Уловили? Да, да. Первая CJM – это вот как раз вот или-или. Или текущий, ну типа вот как оффлайн, как в арбузе я вам объяснила. Или анализ конкурентов. Конкурента. Ну, то есть CJM – конкурент. Я надеюсь, вы лавливаете. Вот сейчас вы киваете, киваете, елки-палки. Если вы потом мне в чат будете писать, что, а как это делать, и что это вообще такое, как бы вам будет весело. Кто еще не уверен, поднимите руку. Кто до конца не понял? Поняли, что Паша, да? Окей. В принципе, все вот, ну, как бы, примеры этих CJM в первой презентации, в первой презентации есть, так что можете глянуть. А как вы это визуально покажете – это ваше дело. Хотите в Mirror делайте, хотите в фильме, хотите в Google Docs. Мне вообще все равно. Мне важно, чтобы вы разложили всю CJM. Понятно? Идем дальше. Это не все. У меня есть вопрос. Получается, как алгоритм, да? Как? Как алгоритм получается, например, начало, потом дальше идет действие, потом если… И там да, нет, вот так вот, да? Ну, можно так. Да, можно как алгоритм. Но чуть проще, чуть проще. То есть вы просто как бы… У вас ровная такая линия идет. Просто типа… Он все время по шагам двигается вот так вот. То есть стрелка все время ровная будет идти. Потому что он, короче… Ну, такой ровный сценарий. Если у вас есть там… Если у вас есть ответвления, и вы хотите их показать, то без проблем покажите. Типа… Захотел поехать на автобусе… Такой, нет, поеду на такси такой. В магазин. Ну, я просто, к примеру… Нет там… Магазин рядом в квартале, пойду я пешком. Ну, как бы ответвления не есть, это да. Не спорю. Если хотите заморочиться, можете сделать, но чтобы вам было проще, возьмите наиболее распространенный какой-то вариант. Получается, надо… Любую тему. Не насчет нашего проекта вообще не любую, да? Не-не-не, ваш проект. Не любую тему, нет. Я вам просто пытаюсь… Я же ваши проекты, у вас всех разные проекты. Поэтому я беру пример, арбуз, чтобы просто вам было понятно. А, все. И получается просто по шагам расписать, что вот, например, человек заходит… Вначале появилась потребность. Вначале появилась потребность. Контекст. Самый главный контекст. Потому что вам нужно понять, откуда появляется потребность. Это важно, потому что это может помочь вам сгенерировать хорошие идеи. Когда вы пытаетесь посмотреть на сценарий вне контекста, вот как вы помните, я вас просила угадать кресло. Если вы бы сразу спросили, а где это кресло должно быть, где оно находится, я вам сказала, самолет, вам уже проще представить его, правильно? Вы сразу… Уже понятно, как будет, чего это делать. То есть уже понятно, какие эмоции человек испытывает, какие у него потребности могут возникнуть. То есть контекст очень важен. И получать наши целевые аудитории, да? Вот здесь наша целевая аудитория. Здесь все наши целевые аудитории, да? Да, 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 да. Вы истории же слышали, то есть опросили клиентов, то есть для этого и была домашка первая, чтобы у вас была какая-то информация, от которой вы можете столкнуться. Вот, надеюсь, понятно. Теперь дальше… А, я чисто вы меня возненавидите к концу этой недели. Теперь… Теперь… Теперь то же самое… То же самое… Я не буду уже… Как бы… Play нажимать по один фигу, переключаясь. То же самое, но сделать… Разложить идеально CJ. То есть вот смотрите… Где вы там… Посмотрите… Вы, получается, разложили текущий сценарий, правильно? Теперь вам нужно… Ну, разложить идеально. Вот вы, короче, пошагово разложили, вытащили, увидели проблемы, эмоции, все у вас перед глазами просто, весь вот этот основной сценарий. Теперь вы такие, как бы… Вы же креативные. Я думаю, все люди креативные. И главное поверить в это. Вот. Теперь… Вы же, получается, заполнили еще предполагаемые решения, которые вы видите на каждом шагу. Правильно? Помните, да? Вот эту строчку внизу, но в конце… Там… Там должны быть заполнены, ну… Решения по каждому шагу, которые могут быть. То есть это не окончательный… Надо понимать… Это просто… Ну, как бы… Это, грубо говоря, ваши гипотезы. Вот. Не бойтесь, как бы, ну… Придумывать, не бойтесь, как бы… Мечтать. Это нормально. Вот. Теперь что происходит? Что-то, чем нужно сделать, да? Теперь вам нужно идеализировать. Просто вот… Вы видите, да? Вот этот сценарий. И вы должны, как бы, подумать… Ну, подумать, а как можно… Ставить… А какой бы… Как бы выглядел идеальный сценарий? Просто вот идеальный. И расписать то же самое, только в идеальном. То есть там уже, как бы… Да, проблемы на каждом шагу есть, но уже… Ваш продукт его решает. То есть вы на каждом шагу решаете, как бы, все проблемы, которые там были озвучены, там… Ну, в предыдущем… В предыдущей седженте. Окей? То есть вы, получается, как бы идеализируете… Это не значит, что вы его возьмете, ну… В продавшин и его реализуете, да? Ну, там… На технологии… Нет. Просто помечтайте, попытайтесь идеализировать. Ну, желательно всегда лучше меня записывать, а то потом… Вопрос… Возникает. А… Получается, сейчас… Что нужно будет делать в домашке? Первое – сделать… Ответить на вопросы. То есть, может, я сейчас… Ну, как бы, набралось три пункта. Первый пункт – это ответить на вопросы, которые во втором столбике были, в первом задании. Помните, да? которые… Сейчас покажу. Вот. Вот этот столбик. Отвечайте на вопросы в этом столбике. Вернуться можно к ним в любой момент. Дальше что вы делаете? Вы составляете CJM-ку текущего сценария. То есть, выбираете, во-первых, основной сценарий, который вы будете раскладывать. То есть, какой основной сценарий вашего продукта будет. Самое главное, что будут делать ваши пользователи в вашем продукте. Вот. После чего вы раскладываете идеальный сценарий. Идеализируете его. Так, понимаете? Точно? По идее, все просто. Посмотрите, но это не как что-то сложное. Это достаточно просто. Просто нужно делать. После того, как вы идеализируете сценарий, сделаете его идеальным. Попробуйте теперь ну, обсудить. То есть, вам нужно будет обсудить, естественно, это внутри команды. И понять, а что вообще реально из этого сделать. То есть, ну, какой, ну, вы там загенерировали кучу идей, составили этот идеальный сценарий. А что реально возможно будет сделать в первой итерации для вашего продукта. как может выглядеть ну, вот, вот этот основной сценарий ну, при первой итерации. Вы понимаете, да, что такое итерация? Ну, если это, грубо говоря, ваш продукт сразу, ну, ладно, давайте так. Инстаграм не выгодил сразу так, как он сейчас выглядит. У него не было сторис, у него не было мессенджера, ну, вот это вот, сообщений. То есть, вначале был минимум функционала. Вот. То же самое, что и у вас сейчас. То есть, вот эта последняя CGN-ка, она, она будет, как типа, окей, какой минимум мы можем сделать в этом сценарии для первой итерации. Но при этом, чтобы, ну, естественно, вы, чтобы были конкурентны на рынке. Ну, конкуренты что-то подобное делать. Окей? Вы уловили точно? Поняли, о чем я? Да, да. Ух. Я надеюсь очень. А то потом такие, блин, даже одну CGN-ку не сделали. Не сделали. Я надеюсь, что такого не будет. Смотрите. Как бы, то, что я вам сейчас говорю, многие компании даже сами не делают, и поэтому, как бы, качество продуктов хромает. То есть, если вы это делаете, и если вы это сделаете, ну, я вам серьезно говорю, вы для себя упростите, упростите себе жизнь, и качество вашего продукта будет намного выше. То есть, качество ваших идей, качество реализации будет лучше. Понимаете? Потому что большая проблема вот, ну, у продуктов, ну, кто участвует в техновейшн, это в плохом исследовании. Чем хуже вы проводите исследование, чем больше вы на него забиваете, тем хуже результат в итоге вы получаете. То есть, тем, ну, на выходе вы получаете, ну, как бы, или аналогичный продукт, как и все, или вы, ну, при хорошем исследовании, вы в итоге, как бы, вы даете что-то намного лучше, чем есть сейчас на рынке. Получается, мы просто должны сделать свой продукт как будто идеальным, сможет, с функционалом, но на выходе у нас получается только, к примеру, одна функция может работать или... Не-не-не-не. Я не так поняла. Может быть. У вас может быть куча функций, ну, то есть, у вас может быть различный функционал. Нет. Ну, как бы, я не этот... Я сейчас не говорю, что у вас только один функционал будет, там, типа, нажать кнопку и... Все. Нет. Я к тому, что у вас есть какой-то основной, то есть, помимо... Ну, к примеру, да, у вас могут быть настройки в приложении, да, но мы сейчас о них не говорим, это не основной функционал, а есть основной функционал. Вот, допустим, в случае с Инстаграмом основной функционал это загрузка контента. Потому что без контента, как бы, нечего будет там смотреть, и, как бы, ну, как бы, ну, смысл в приложении уже, ну, смысл в приложении теряется. Вот. И просто он сразу, вот этот вот сценарий, там же можно загружать, вот сейчас можно загружать сторис, можно загружать IGTV, можно загружать посты, ну, в смысле, вот эти вот, которые у вас все время будут в вашей ленте. То есть, по-разному сейчас решается, ну, вот этот сценарий, ну, сценарий у него открытления сейчас много. Но вначале это было просто загружать по поста. Вот. Настройки у них тоже были, смена аватарки была тоже. Все было, но это не основной сценарий, понимаете? То есть, я хочу, чтобы вы сейчас оно сконцентрировались на вашем основном сценарии. Понятно? Получается, мы должны будем это, ответ на вопросы у тебя написать, да? Я просто не это поняла. А, я поняла. Вот ответы на вопросы, они вам помогают в целом. То есть, вот эти вот, вот эти вот вопросы, ответы на вопросы. То есть, они в целом помогают вам понимать, как бы, что за продукт вы делаете. Сидженки, которые сейчас вы будете делать во второй домашке, вы сейчас чуть, как бы, ну, из всего объема, который вам нужно делать, да, концентрируетесь на, ну, на основном функционале, то есть, на одном из функционалов, которые являются основными. То есть, это вот, опять-таки, в случае с Инстаграмом, это загрузка контента. В случае с Арбузом, это покупка продукта. Вот. Ну, продуктов. Продукта. Вот. Это не значит, что в Арбузе нет других функционалов. У него есть, там, корзина, у него есть, там, не знаю, настройки, есть регистрация, есть вход, короче, есть куча всего, правильно? Мы просто на этом, ну, то есть, допустим, вход и регистрация, и этот функционал можно вообще отдельно Сидженки раскладывать по нему. То есть, на нем, ну, я сейчас не концентрируюсь. Я пытаюсь вас сконцентрировать на каком-то основном функционале, который приносит выхлоп. То есть, у вас же, ну, вы же в продукте пытаетесь какие-то проблемы решить в вашей аудитории, правильно? Сферы, ну, которые вы выбрали. Ну, вот. Как вы пытаетесь решить это через продукт? Вот этот, ну, основной функционал, вы выбираете один основной сценарий и его раскладываете. Все, что мы делали до этого, это просто помогает, то есть, там, вытаскивание проблем, они по-любому, ну, там, будет множество проблем, которые вы опять озвучите в своем сценарии в Сидженке. То есть, вы их вытащите, туда засунете, потому что они связаны. И, кстати, вот эти вот опросы, которые вы должны были сделать, да, у целевой аудитории, вот эти вот сторис, вы должны заметить, что какие-то проблемы будут постоянно повторяться, то есть, они будут озвучивать одни и те же проблемы, одни и те же проблемы. И, по идее, вы должны были вот приоритизировать эти проблемы и исходить из вот вот самых таких часто озвучиваемых, от них отталкиваться и пытаться решить именно их. То есть, основной сценарий у вас должен по-любому быть связан с вот этими основными проблемами, которые озвучила ваша целевая аудитория. То есть, будет странным, если, допустим, ваши вот эти вот основные проблемы, которые вы выписали, не попадают в ваш вот этот сценарий основной. Тогда что вы решаете и какую проблему? Понимаете? Нет, о чем нет. Мне просто, как бы, я понимаю, маленькие, может быть, слишком сложно. Точно понимаете? Настоянный звук нападает, поэтому не может услышать, говорит Наргиз. Так, сейчас переключусь. Может, пример привезти на одном из их проектов, чтобы было понятно, как им применять? Один пример на их проекте? Ну, давайте попробуем. Кто-нибудь, кто бывает. Кто-нибудь может сказать проект свой и услышим пример. Лесурка, как говорят учителя. Что будем делать с этим проектом? Вы говорили, что надо будет какой-то проект, и что будем делать с этим? Чуть-чуть. Непонятно. В общем, смотрите, сейчас скажите кто-нибудь на проект, над которым вы работаете, и Гаяне даст пример. То есть, что нужно сделать? Чтобы было понятно. Например, мы хотим создать такую специальную платформу, чтобы, например, ну, вот какой-то человек увидел бессонное животное, миленькое, там, холодно, мороз, щеночек без еды, и ему становится жалко, он же не может, типа, кому-то позвонить или, там, мам, пап, вот я хочу забрать. И мы хотим создать такую платформу для прямого взаимодействия с каким-то приютом по близости, чтобы, получается, человек, который нашел какое-то животное на улице, мог отправить этому приюту информацию, там, фотографию о том, где он сейчас находится, и вот так вот как бы связать, чтобы как бы животное не осталось здесь дома. Ну вот смотри, вы же, ну, поспрашивали тех, кто, ну, кто уже, допустим, попадал в такие ситуации, находил животных, вот, вы их опрашивали по-любому, да, и вот вытащили, ну, проблемы, с которыми они сталкиваются. Вот, вы, получается, вытащили проблемы, поспрашивали приюты, как они работают, поспрашивали их? То есть вам нужно, ну, вот, вам надо поспрашивать, как приюты работают, поспрашивать, как, как, потому что, ну, у вас целевая аудитория, у вас две целевые аудитории, у вас не только как бы те, кто находит животных, но и те, кто что-то с ними делает, как бы в итоге. Выгоды должны быть с двух сторон, по идее. Другой вопрос, как, какие? Вот, теперь смотри, получается, у вас, ну, попросили, вытащили проблемы, теперь у вас сценарий, какой основной должен быть, ну, в приложении? То есть основная какая, основной какой, ну, что, что основное, ну, целевая, допустим, возьмем людей, которые находят животных, 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 что, что они должны сделать? Они должны просто, они должны просто уведомить приюты о том, что в том или ином месте, как бы, животные находятся. Окей. Ну, вот у вас основной сценарий уже понятно, как бы вы для себя его вытащили. Вытащили. Теперь есть альтернативные, то есть есть альтернативные приложения конкуренты, которые тоже пытаются решить эту проблему? Есть? Приложений нет. А вот, в принципе, я знаю только то, что вот фонды и всякие волонтерские организации только подобными занимаются. Ну, они не прямо вот с привытами работают, а в целом просто оказывают поддержку таким животным, но с привытами нет. Окей. Ладно. А какая монетизация там будет? Вы не обсуждали это? Вот не поняли, что это такое. Монетизация – это деньги. Как этот продукт должен приносить деньги? Вы об этом думали уже? Задумывались об этом? Нет. Окей, обязательно задумайтесь об этом. Хорошо. Вам нужно это понимать. И теперь смотрите, по животным я помню, что в техновейшине, блин, по крайней мере, я вам говорю, два года точно под подряд были приложения, связанные с животными. И тоже вот бездомные, вот эта тема. Поэтому обязательно вам нужно посмотреть, что они делают. Прямо обязательно. Я уже честно не помню, потому что, ну, как бы, такая, ну… Короче, я уже не помню, все коротко, какой функционал там был. Проанализируйте, ну, в идеале вам было бы хорошо проанализировать, как сейчас происходит текущий сценарий, да? Ну, в оффлайне, да, там, без приложения, чтобы, ну, как решается эта проблема. Тут же не просто, ну, смотрите, здесь еще такой момент, тут же не просто попадание собаки в приют, правильно? Конечная цель какая? Чтобы животное, что-то с животным случилось, и оно чтобы, ну, как бы, приюты же тоже усыплялись, да, через какое-то время. У вас же не конечная цель, чтобы животное попало в приют, а животное, чтобы попало хорошие руки к людям добрым. Вот, поэтому тоже будьте аккуратны в сценариях. То есть, ваше, ну… Ну, вы должны понять цель вашего продукта, и ваш основной сценарий должен быть, ну, должен отвечать этой цели. То есть, если цель попадания в приют, то есть, все бездомные должны собаки попасть в приют и не шастать, ну, не шастать, не гулять в одиночестве по городу, то есть, это одна цель. А если цель, то бы продукты, чтобы все бездомные собачки попали в хорошие руки, там, добрым людям, это другая цель продукта. И сценарий другой будет, понимаете? Угу. Вот. И, получается, вы можете, как я уже сказала, проанализировать вот текущий, то есть, без приложения, да, как это происходит. То есть, во-первых, как бы этот человек любит животное, да, потому что… Ну, я не этот, я не подберу собачку, простите. Я приду мимо. А вот, ну, людям помогу. Ладно, это на меня не вращается. Ну, получается, человек, как бы, видит животное. Первое, о чем он думает. Там, есть ошейник, нет ошейника там. Ну, интересно, как бы оно точно, ну, как бы, точно бездомное или нет? Первое, что в голову, да, приходит. Окей, ошейника нет, как бы, ну, смотря по сторонам, нет, как бы, это… То есть, первый шаг у вас вообще, ну, потребность в решении какой-то, ну, контекст, короче, как появилась вообще вот эта вот потребность в том, чтобы, ну, куда-то это животное пристроить. Вот. Вот. И вы расписываете первый шаг, там, встречи с животными. И расписываете, как бы, как оно появляется, что при этом человек, ну, думает, какие у него эмоции, какие он, чего он боится. Чего он боится? То есть, он боится, что, блин, а вдруг там все-таки есть хозяин у животного. Или, а вдруг оно бешеное, к примеру, да, там, я подойду, оно меня укусит. Ну, и так далее. То есть, и описываете, короче, все вот эти проблемы. То есть, ну, и в голове как-то не прокручиваются. Потом дальше, окей, что он делает на этом шаге? Ну, то есть, получается, он увидел животное, потом он что делает? Берет его, да? Я просто, честно сказать, даже не знаю, что он делает. Ну, второй шаг подагратирует, кто-нибудь. Я не знаю, так отправляю там, не знаю, там, в чат. Никто не потерял там в инстаграм пусть. Никто не потерял животное. Я не знаю просто, честно, что делают люди вот в этих ситуациях. Или берут, там, звонят, мам, можно я домой принесу это животное? Что происходит, как бы, на следующем шаге? Или, допустим, окей, если они попадают в приют, то, ну, как бы, следующий шаг. Окей, человек пытается найти ремешок, ну, или что-то с чего, ну, как можно забрать это животное правильно? Потому что, как бы, тебе нужно отвезти его в приют. В приют. Значит, поиск ремешка, наверное. Тоже такой спорный момент. Ну, окей, человек возвращается, допустим, домой, там, находит какую-то веревку или еще что-то. Возвращается обратно. Привязывает. Идет пешочком до ветерина. Нет, еще не дает. Но он еще должен загуглить, где вообще вот эти вот приюты находятся. Какие приюты поблизости, в какой можно там попасть. Потом, как бы, выбирает способ, как ему до туда добраться. Еще не каждый такси, как бы, согласится, там, собачку в машину. Ну да, сесть с собачкой в машину. Вот. Ну и так далее, и так далее. И на каждом шаге есть какие-то проблемы. На каждом шаге есть какие-то вопросы, которые у человека возникают. Эмоции, которые у него возникают. О чем он переживает. Даже если он вызывает, к примеру, кого-то вот из приюта, чтобы они приехали и забрали собачку, то он начинает переживать, блин, главное, чтобы эта собачка не свалила вообще отсюда. То есть, ну, есть куча, как бы, вопросов, которые у человека возникают на каждом шагу. Или проблемы, с которыми он сталкивается, пока он доберется до вот конечной цели, которую он преследует в этом сценарии. Понимаете? Угу. Ответвления будут в этом сценарии? Вы можете просто взять какое-то среднее, что чаще всего происходит, и, ну, этот сценарий расписать. Угу. Угу. А то просто если вы будете все ответвления, как бы, ну, расписывать, то, ну, как бы, вы меня точно возненавидите. Вот. Нет, по сути, тема интересная. Ну, это вам поможет просто понять, что сейчас вообще происходит. Как пытаются, как вообще решаются проблемы и с каким проблемами, ну, вообще с каким проблемами сталкиваются и как пытаются решить это все. Вот. То же самое, у приютов тоже проблемы свои, как бы, есть. То есть, вы тоже не смотрите с одной стороны, посмотрите с другой стороны тоже. А какие проблемы у приютов? А с чем они сталкиваются? А какие у них потребности есть? посмотрите, вы можете заметить что-то новое, чего до этого не замечали и можете сгенерировать какие-то идеи, о которых кто-то до этого не думал. Еще очень важный момент. Вы не думайте, что после вот этих домашек вы получите окончательный вариант всего и вся. Я вас пытаюсь научить, как можно подходить к проектированию интерфейсов. То есть, что нужно исследовать, как нужно исследовать, какие варианты исследования могут быть. После, допустим, курса вы можете дальше еще раз сами своей командой пройтись уже, потому что у вас уже будет больше информации, у вас уже как-то более-менее начнете понимать, как и что делается. что вы упускаете, или там захотите обмен, у меня мало информации было, надо еще раз там опросить целевой аудитории. Или нужно еще разложить пару CGM-ок, по вот этой, по вот этой, а вот если вот этот сценарий, еще что-то. То есть, вы можете пользоваться просто вот этими методологиями, которые я вам, ну, пытаюсь, пытаюсь научить. в дальнейшем тоже не обязательно, только во время курса. Хорошо, спасибо. А можно еще вас попросить, пожалуйста, отправить как шаблон для нас, как опора вашей CG, которую вы показывали на уроке? Ну, смотрите, я вам в первой домашке, там есть скрины, поэтому вы можете на них смотреть. Я просто, честно, не могу заширить, но если вам этого мало будет, вы напишите, я вам отдельным файлом что-нибудь там вытащу, как бы, с разных примеров. Хорошо, спасибо. Но, в принципе, если вы понимаете суть, для чего вы делаете и что вам нужно сделать, то вам даже пример не нужен, потому что вы можете по-своему сделать так, как вам удобно. Вот даже в Миру, да, там делаете, к примеру, а не увидите. Ну, окей, квадратик нарисовали, написали, что это за шаг. Снизу, там, текстом там написали проблемы, потом там другим квадратиком, не знаю, а вначале эмоции, а потом проблемы. Потом, допустим, уже в конце, когда все сделаете, решение, после штурминга. То есть, визуально в эту СЖМ-ку можете как хотите структурировать. Важно, чтобы был от нее толк, чтобы вы разложили каждый шаг в сценарии. Окей? Спасибо. Не за что. Так, ну окей, вообще, где-то мы там. Извините, а можете, можно с вами тоже нашу разобрать? Окей, пока, блин, у меня время, зарядки просто уже, уже нормально так времени. Так, реально, я вам сказала, сейчас, секунду. Давайте, Натюка, сделаем. У меня серьезно, сейчас уже в 8 часов, и у меня еще зарядка заканчивается. с одной СЖМ-ку мы разложили, вы, в принципе, должны были понять суть, и как ее можно разложить. Вот, поэтому попытайтесь, если у вас возникнут проблемы, напишите. Завтра уже, получается, если кто захочет, пройдемся по домашнему заданию вашему, и там мы обсудим, то есть, если даже у вас не получилось, то обсудим, и по ходу дела помогу. Окей? А то просто мы сейчас здесь сядем, мы долго. Получается, ответить на вопросы в ДЗ, разложить СЖМ-ку по выбранному сценарию, разложить идеальный СЖМ, по выбранному сценарию. Давайте функционалы, не знаю, как просто вам удобно, как сформулировать, чтобы вам было понятно. Но смысл, я думаю, вы поняли. И реально, то есть текущий, идеальный и реальный. Мне вообще все равно в чем вы делать будете. Фигма, Google Docs, Миро, любой другой инструмент абсолютно все равно. Хоть на бумаге делайте. Вот серьезно, вы можете это сделать даже на бумаге и потом скан делать и закинуть. Вообще не проблема. Я вот думаю, просто, возможно, также сделаю Google форму, чтобы вы туда закинули, это просто бегать в Google Docs немного неудобно. В смысле, в этот, да, вы там закидываете. Ссылку не скидывали. Блин, потеряла, ну ладно. Так. Окей, еще есть вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому